В прошедший уикенд в Екатеринбурге было зафиксировано два случая спасения котейков из разных неловких ситуаций, при этом случаи весьма контрастны, как по степени опасности, угрожавшей животным, так по степени их одомашненности, по возрасту и даже по весовым категориям, однако в обоих случаях дело не обошлось без автомобилей. Начнем, пожалуй, не с самого вопиющего, хотя именно мяуканье, хоть и тихое, но с явными интонациями сос заставило напрячься слух доброй женщины ранним субботним утром в одном из дворов на улице Мамина по кличке Сибиряк, который поначалу вообще хотел быть томским. С помощью акустической локации она выяснила, что источник мяу-волн прячется под капотом дворовой Шкоды. Вскоре был найден и хозяин, который, конечно же, не сам, а под мудрым руководством женщин и детей извлек животное. За шиворот, может, его как-то схватить? Только я так и пытаюсь. О, Господи, малютка. Ну-ка, дайте посмотрю. Да, Семен. Вы прям видели, как он залез, что ли, или услышали? Нет, я вышла, кричит, кричит, дома, может, возле помойки, потом слышу, возле машины тут... Ему водички надо, Семен, вытащи. А куда ему болит-то? Гораздо более увесистый пациент был спасительно прооперирован накануне в пятницу. К сожалению, портал Е1, опубликовавший это, ни намеком не обмолвился о геолокации. А суть в том, что всего лишь на козырьке подъезда каким-то образом оказался жирный-жирный котяра. В молодости, явно снимавшийся в мультфильмах. Гаити, гаити. Не были мы ни в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. И снова на выручку пришел автовладелец. Такой вот второй хэппи-энд. Будет что соседям рассказать. Отдохнул? Во! Сметаны? Во! Рыбы? Во! Ох, это прелестно, прелестно!